Всем привет! Это канал Xiaomi Store и это вторая часть о самокате Xiaomi. В первой части у нас была распаковка, а сейчас будет детальный обзор и я расскажу о своих впечатлениях. Что ж, поехали! К сожалению, у меня нет оператора, поэтому съемка будет идти от первого лица. Давайте подойдем к нашему самокату и рассмотрим его. Самокат выполнен из авиационного алюминия, что дает ему отличную прочность и при этом маленький вес. Весит он около 12 килограмм, что дает возможность его легко транспортировать. Итак, чтобы включить самокат, достаточно просто нажать на вот эту кнопочку. Загорается индикатор заряда батареи. Сейчас указано, что батарея полная. Чтобы его выключить, достаточно нажать и подержать несколько секунд. Самокат издает звук и выключается. Давайте его еще раз включим. Кратковременное нажатие включает и выключает фонарик. Также при включении фонарика у нас включаются габариты. Да, если включены габариты, мы нажимаем ручку тормоза, то светодиодный индикатор начинает мигать. То же самое, если мы отключаем фонарик, и нажимаем ручку тормоза. Светодиодный индикатор также мигает. То есть он сигнализирует, что мы останавливаемся. Качество сборки самоката на высоком уровне. За время эксплуатации у меня не возникло к нему никаких претензий. Ничего нигде не отвалилось, никаких дребезжаний, никаких скрипов, все очень качественно и плотно. В предыдущем видео я уже упоминал, что самокат даже при включении не будет стартовать с места. Здесь стоит защита. Чтобы самокат привести в движение, сначала надо оттолкнуться, причем довольно сильно. Набрать скорость примерно 5 километров в час. После этого можно будет уже прибавлять скорость. Хочу обратить ваше внимание, что до полной остановки газ будет работать постоянно. То есть мы можем практически остановиться уже, прибавить газу и он будет слушаться. Если мы остановимся полностью, тогда нужно опять повторять процедуру. Отталкиваемся, набираем скорость 5 километров в час и газ опять будет срабатывать. То есть блокировка срабатывает только после полной остановки самоката. Также хотелось бы ответить на вопрос, можно ли использовать самокат в выключенном состоянии. Ответ да, можно. Мы можем его выключить и он вполне хорошо и легко будет передвигаться. Но есть один недостаток. Когда мы выключаем самокат, отключается электронный тормоз и срабатывает только задний. А он довольно слабый. Вот обратите внимание, я нажимаю ручку и при этом все равно можно произвести движение. Это очень опасно, если вы об этом не знаете. То есть человек выключает самокат, допустим он разгоняется или едет с горки, он не имеет возможности остановиться. Тормоза практически бесполезны. Поэтому хоть его и можно использовать в выключенном состоянии, но это довольно опасно. Обратите внимание на работу тормозов в включенном и выключенном состоянии. Давайте сейчас подключим наш электросамокат к телефону. Для начала надо включить электросамокат. На телефоне должен быть включен bluetooth и заходим в программу «Умный дом». Она автоматически определит, что есть новое устройство. И появится такая вот надпись «Connect Device Now». Нажимаем на кнопочку «Now». Самокат издает писк и начинает синхронизация. Все. Он даже показывает, что у нас сейчас модель черного цвета. Что мы можем сделать в нашей программе? Программа нам показывает уровень заряда оставшейся батареи 87%. Средняя скорость. Я практически не ездил, поэтому показатель равен нулю. Это показывается именно после зарядки последней. Эту скорость показывает постоянно. Если мы едем, то будет показывать какая здесь скорость. Ну и сколько проехали с последней зарядки. 0 км. Далее есть дополнительные настройки «Cruise Control System». Это система «Cruise Control». Очень любопытная вещь. На мой взгляд, «Cruise Control» очень полезная вещь, так как облегчает нам поездки на длительные расстояния. То есть, допустим, если нам долгое время, надо ехать с одной скоростью. Мы набираем, к примеру, 15 км в час. И он фиксируется в течение пяти секунд. Он фиксирует эту скорость. И мы можем отпустить ручку газа. Скорость будет постоянной. До того момента, пока мы не нажмем на тормоз или не прибавим газ. В целом, «Cruise Control» очень помогает нам снизить нагрузку с правой руки. Так как постоянно и держать равновесие, и при этом нажимать ручку газа довольно тяжело. «Accelerator Mode» — это режим набора скорости. Слабый, средний или сильный. Соответственно, чем выше, тем быстрее он разгоняется. Далее мы можем задать пароль, проверить прошивку, обновить ее, если есть новые версии. «Базовая информация». Здесь указано, какой серийный номер, версия прошивка и температура устройства. Скорее всего, на батарее есть датчик температуры 21 градус по Цельсию. Далее у нас информация по батарее. Итак, в этом меню мы можем посмотреть полную информацию о нашей батарее. Сколько осталось процентов заряда, какая у нас осталась емкость, какой статус батареи, какая сейчас потребляемая мощность и сколько ватт. Температура батареи 1 и 2, сколько циклов заряда-разряда, сколько раз всего заряжалось, когда была изготовлена батарея, ее серийный номер, общая мощность 7800 мАч и даже есть версия прошивки. Вот тут у нас получается 10 ячеек всего батареи. В следующем меню мы можем посмотреть информацию о пробеге, какая сейчас текущая скорость, сколько всего километров проехал данный самокат, сколько текущая поездка была километров и сколько километров у нас осталось на данном заряде. Программа показывает 26,4 километра еще можно проехать на 87% заряда. В последнем меню мы можем указать, как нам удобно в милях или в километрах отображать все параметры. Ну что ж, а теперь пришло время поделиться личным опытом эксплуатации данного электросамоката. Начнем с батареи. Да, конечно, можно проехать на одном заряде 35 километров, как заявляет производитель, но при определенных условиях. Если ездить только по ровной поверхности, и вес человека будет средний 60 килограммов. С другой стороны, если вес человека будет ближе к 90, и ездить целый день по холмистной местности, то 35 километров превращается свободно в 20 километров. Обратите внимание, как сейчас подключается зарядка. Кстати, хотелось бы обратить ваше внимание, что заряжается электросамокат довольно долго, по моим ощущениям более 6 часов. Лучше всего оставляет зарядку на ночь. Чтобы вода не попадала на контакты, необходимо каждый раз качественно прижимать резиновую заглушку. Таким образом, самокат может свободно передвигаться даже во время дождя. Далее хотелось бы продемонстрировать, насколько хорошо данный электросамокат поднимается в горку. Нужно сказать, что тяга у него довольно хорошая, но опять-таки с некоторыми оговорками. Если вес пассажира средний 60-70 килограмм. Если вес человека будет 90 килограммов и более, то данный параметр резко снижается. Сейчас вы можете наблюдать кадры, на которых человек, кстати, в первый раз в жизни воспользовался подобным средством передвижения, с легкостью передвигается вверх и вниз по довольно крутому склону. Как вы смогли убедиться, электросамокат Xiaomi легко преодолевает подобные участки дороги. Кстати, хочу заметить, если заряд аккумулятора снижается ниже 50%, то это также заметно чувствуется при подъеме в горку или на подобных участках. Тяга, как вы поняли, падает. На данных кадрах я хотел бы вам показать, как легко преодолеваются лежачие полицейские. Ну и подобные препятствия. По моим ощущениям данный электросамокат очень устойчивый, имеет хорошее равновесие. Особой похвалы заслуживает очень мягкий ход. И даже когда дорога довольно неровная, мягкость хода остается в комфортных условиях. Как вы помните, в начале видео я говорил про тормозную систему при включенном и выключенном самокате. Так вот сейчас мы проведем эксперимент. Эксперимент довольно прост. Даем самокату набрать немного скорость и резко тормозим. Вначале при включенном самокате набирается скорость и тормоза. Вот и он остановился. Далее выключенный самокат. Набираем скорость, в той же точке нажимаем тормоза и как будто бы они и не срабатывали. Пришлось его включить и тогда только он затормозил. Далее хотелось бы поделиться с вами сугубо личными впечатлениями о электросамокате Xiaomi и в целом о классе подобных устройствах. Мой рост составляет 195 сантиметров и вес около 85 килограмм и при этом я в первый раз также при распаковке воспользовался подобным средством передвижения. Я получил немало удовольствия используя данное устройство. В первую очередь мне понравилось как быстро он набирает скорость и максимальная скорость тоже порадовала целых 28 километров в час. Для кого-то может показаться это немного, но по моим ощущениям для самоката это более чем достаточно. Также отдельно хочу отметить некое ощущение свободы. С ним можно везде перемещаться благодаря того, что устройство довольно компактное и еще и складывается. Я свободно передвигался по городу, спускался в метро и преодолевал довольно большие расстояния. Кстати, в одной из первых поездок на метро я как раз снял все происходящее на мобильный телефон и с удовольствием хотел бы поделиться данными кадрами. Как вы видите, я уже спустился в подземку и жду прибытия поезда. Самокат я сложил и держу одной рукой. Второй рукой я снимаю на телефон. А вот и мой поезд. В таком положении довольно легко катить самокат наподобие тележки. Захожу в вагон и, как вы видите, я никому не мешаю. В вертикальном положении в сложенном виде я легко удерживаю самокат и при этом никому не мешаю. Я уже вышел из вагона и теперь направляюсь к выходу. Сначала надо преодолеть турникеты. Напоминаю, что обе руки у меня заняты. В левой руке у меня телефон, чтобы снимать данное видео, а правой рукой я манипулирую электросамокатом. Вот так легко я покинул метро. Выхожу на улицу. Раскладываю самокат и далее в путь. А на этом можно заканчивать данное видео. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok